Эйо, здесь Даниил Продольник. Пародия на технокухню была хорошо принята моей аудиторией и знатно подорвала пердаки с броду стыка, которые перешли на мой канал. В том числе притащился и сам Костик. Что ж, раз вам, моим зрителям, такое понравилось, а Костику нет, я, пожалуй, сниму ещё что-то подобное. Смотрим. А перед этим хочу порекомендовать группу моих друзей. Клуб истинных МУДшников. Если лагерь красных вам по душе, вы там абсолютно точно найдёте что-то интересное для себя. Они сейчас набирают мемоделов. Если хотели попробовать делать мемчики, можно обратиться к ним или ко мне. Ссылка на клуб в описании. Даниил Продольный при поддержке Серёги из Проху и ТЭК и Ремонтяша представляет документальный фильм «Из грязи в князи», профинансированной лично Лизой Су. Компания Intel хочет занять господствующее положение на рынке процессоров. Им нужен бесконечно лояльный блогер, которого нельзя перекупить или соблазнить низкими ценами на фикусы и в будущем Рязани. То бишь фанатик. Я себе купил Рейзом 1700. Я думал, для работы, да, 8 ядер, 16 под. Бля, мне такого говна, я его продал. Они решили такого вырастить сами. Нам удалось получить эксклюзивные архивные кадры. Триумф! Я очень рад. Однако, коллеги, какой мы поставим диагноз? Случай не описан в литературе. Я затрудняюсь. Никто такого еще не видел. Наблюдаю. Дайте ему Серёгки. Изменение вкуса произошло вчера. Только ложью. Только ложью можно собрать Рейзинг. Вот почему растут продажи в Европе. Потому что маркетинг выебал Линуса, Линус выебал вас. Вот и всё. Кроме этих неопровержимых улик, у нас есть еще доказательства того факта, что Константину Иванову всего лишь 12 лет. Он слушает Моргенштерна. Как дела? Как дела? Это новый кадилак. Это деньги. Делай бабки. Делай бизнес. Вот так. А как известно, большинство поклонников творчества этого артиста моложе 15 лет. Нахуй стариков, проскатились по голове. И посмотрите, как он оригинально изменяет имя на личности, которые ему не нравятся. Как раз на уровне пятиклассника или даже третьеклассника. Так что среднестатистический фанат технокухни вполне может оказаться даже старше ее основателя. Охуеть! Он же там голый что ли? Ебать! Что у него торчит посередине? Это что, Дакар что ли? Ну реально, Дакар посередине торчит там у него. Такой маленький. Смотри, Костик, если я просто пересказал, значит твои рынки уже состоявшаяся пародия на техноблогинг. Был бы ты смелый и не удалял бы этот свой комментарий через минуту, тогда бы прочитал мой ответ и что мои подписчики о тебе думают. Тебя только и держат на плаву анальная модерация чатов и комментариев на твоих каналах. Ибаные всех несогласных. Живешь в своем уютном манюмерке и повторяешь одну и ту же пайку для своих послушных зомби. А когда выходишь за пределы своего кружка по интересам и сталкиваешься с реальным раскладом вещей, твой пукан бомбит. Но сделать ты ничего не можешь, ведь за пределами технокухни ты посмешище. И попробуй сказать, что это не так. Да у тебя духу не хватит. Как не хватило духу оставить комментарий на обозрение моей аудитории. Трусливо удалил. С вами был Данил Продольный. Подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Пишите в комментариях, что думаете о Костике. До скорого. Если вам не нужен разгон, то вы берете 9400F. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.